Уважаемые слушатели, мы с вами приступаем к новому изложению темы психическое здоровье, его роль в нашей повседневной жизни, факторы, которые его нарушают, и меры помощи, которые мы можем оказать для того, чтобы это психическое здоровье было более сохранным. Первое. Распространенность психических нарушений в детстве. Это очень важный, актуальный вопрос, который на настоящее время очень серьезен, поскольку распространенность психических расстройств в детском возрасте очень велика. Какова же она? 40% состояний риска психической патологии. Что это такое состояние риска? Это состояние, которое нельзя приравнять к психической болезни. Тем не менее, это состояние, которое балансирует между здоровьем и болезнью. В любой момент оно может стать психическим заболеванием. С другой стороны, если применить некие меры помощи, некие профилактические мероприятия, это состояние неустойчивого равновесия может окрепнуть и перейти в состояние практического здоровья. И это очень важно для нас, поскольку большое количество психически пораженных лиц в детском возрасте мы имеем на сегодняшний день. И мы видим это на экране. Это 16-18% детского населения. Это 160-180 человек на тысячу населения нуждаются в помощи психиатра. Это очень много. Вы можете себе представить, как это много. Это очень много. Потому что, если мы сравним с тем, какое состояние психического здоровья было совсем в недавнем времени, в настоящее время психических болезней значительно больше оказывается. Статистика отмечает рост психической болезненности детского населения. От 9-10% в 80-х годах 20-го века к 15-16-17% в 2000-х годах. А сейчас этот процесс продолжает идти. И количество болезней нарастает. Вот мы видим на экране это милое существо. Это замечательный человечек. Маленький. Ему где-то может быть 2,5-3 года. Посмотрите, какой у него грустный личико. Он уже не радуется жизни. У него уже депрессия. Посмотрите, как он опустил свою игрушку. Какой грустный у него личико. Он вполне возможно еще из группы риска. Но очевидно, что он нуждается в нашей поддержке, в наших профилактических мероприятиях. Вот посмотрите распространенность психических заболеваний в 80-х годах. Норма составляла 60%. То есть те дети, которые были хороши в своем психическом и физическом состоянии. Вот тот самый риск, о котором мы говорили, он составлял всего лишь 30%. Выраженные патологии 8. А высокий риск – это дети, рожденные от психически больных родителей. Они во всем мире означаются как high risk, высокий риск. Они особенно подвержены, уязвимы, угрожаемы в плане развития у них психических заболеваний, аналогичных родителям. Это касается прежде всего такого тяжкого заболевания, как шизофрения. Вот тогда это составляло 2%. А посмотрим, что делается дальше в 2000-х годах. Смотрите, как убывает норма. С 60% до 45%. Риск вырастает до 37%. Патологии 15%. А высокий риск уже 3%. Это касается нашей страны. В других странах примерно та же самая ситуация, если не сказать больше. Я имею в виду высокоразвитые страны. Этот вопрос не стоит в таких, казалось бы, слаборазвитых странах, как страны Африки, как страны, допустим, Исландского Востока, Китая. Там, надо сказать, несмотря на социальные условия в достаточной степени трудные, состояние психического здоровья лучше, чем в наших цивилизованных условиях. Основные нарушения. Каковы же они? Вот посмотрите, чем проявляются психические заболевания у детей. Вот у многих может сложиться впечатление, что психические болезни – это что-то такое далекое от нас, страшное. Не случайно так велика толерантность к психиатрии, вообще к психиатрам в частности. Психиатры боятся, от них стараются скрыться. Опасаются, что как бы ни поставили они такое родимое клеймо на человека, сказав, что он душевно больной. И кажется, что психические заболевания – это где-то такое что-то такое необыкновенно сложное, тяжелое, и человек сразу обращает на себя внимание тем, что он психически нездоровый. А вот посмотрите, как оформляются психические заболевания, это представлено на этом слайде. Это вегето-сосудистые дисфункции, то есть нарушение вегетативной нервной системы. Это той самой системы, которая обеспечивает нам частоту пульса, определенную работу желудочно-кишечного тракта, расслабление или, наоборот, сужение гладкой мускулатуры, с помощью которой у нас регулируется сосудистый тонус и так далее. И оказывается, это имеет прямую связь с психическим заболеванием. И у детей психическое заболевание может часто проявляться только вегет-сосудистыми расстройствами, нарушениями сна, нарушениями аппетита, нарушениями выделительных функций, задержка, например, стула, запоры упорные, дисбактериозы, нарушения отделений желчи, дискинезии желчных путей, дыхательные нарушения, стридер, например, нарушения дыхания как таковой, задержка дыхания, апноэ, например, называется во сне остановка дыхания, которая часто может быть проявлением психических расстройств. И ничего более. Вот видите, надо иметь большое внимание к тому, какое самочувствие у ребёнка, как он ест, как он спит, как у него играют сосуды на лице, какой цвет у него кожи, как блестят у него глаза, какие у него волосы, какие у него ногти, какая у него кожа вообще, потливая или нет. Это всё может быть проявлением уже дисбаланса психического здоровья. Далее нарушение психоматурики. Как ребёнок ходит. Вообще ребёнку свойственно удивительная грация движения у здорового ребёнка. Движения у него своеобразные, но они удивительно красивые, гармоничные, соответствуют его возрасту. Не случайно малыш радует нас своими проявлениями. Как он бегает, как он суетится, как он взмахивает руками, как он причмокивает, как он заливисто хохочет. И даже когда он хмурится. Всё это преисполнено удивительной грацией и красоты. А вот в отличие от этого у больного ребёнка психоматурик не случайно называется психоматурикой, потому что моторика очень тесно связана с психикой. И вот эта психоматурика изменена. Он неуклюж. У него движения какие-то диспластичные, дисгармоничные, несоразмеренные. Он ушибается, он падает, он стукается о предметы. Он как-то странно ставит ноги, приволакивая. Причём это не значит нарушение. Не означает, что это нарушение опорно-двигательного аппарата. Нет, у него всё хорошо сформировано. Но вот этой пластичности, грациозности, яркости двигательной у него нет. Так называемое, такое есть своеобразное выражение, моторная отсталость. Нет моторной одарённости, которая свойственна здоровой психике детской. А здесь вот некая такая, какая-то несоразмерность, неуклюжесть, некрасивость. Особенно это проявляется в мимике. Мимика у ребёнка живая, задорная, увлекательная. И случайно так приятно смотреть на малыша. Невольно начинаешь улыбаться и радоваться, видя тому, как он сам тоже проявляет эту радость на своём лице. Например, психически нездоровый ребёнок имеет амимичное лицо или уж во всяком случае невыразительную мимику. А этим он и показывает, что и психика его тоже такая же неуклюжая, неинтересная, подавленная, нездоровая. Наконец, дезадаптация поведения. Часто это пытаются объяснить тем, что вот ребёнка плохо воспитывают, ребёнок заласкан, ребёнок избалован, ребёнок проявляет реакции протеста, неудовольствия, несогласия, негативизма и так далее. И это пытаются объяснить тем, что вот ребёнка надо построже держать, надо заставить что-то такое сделать его насильно и так далее. Не понимая того, что здесь, возможно, конечно, имеют место возможные дефекты воспитания, но не только, а безусловно, здесь может иметь место психическое нездоровье, психическая патология, которая может сказываться в обычных капризах детского поведения. Посмотрим дальше. Какой уровень основных психических расстройств в детском возрасте? Как мы посмотрим дальше, мы увидим, что этот уровень похож на взрослый, так же, как, скажем, любое заболевание, встречающееся у детей. Оно встречается так же и у взрослых. Мы возьмём, например, воспаление лёгких. Оно так же имеет место и у взрослых. Да и протекает оно почти похоже, как у взрослых, но так с определёнными возрастными особенностями. Так же и психические расстройства. Вот видите, здесь показан невротический уровень расстройств. Он известен буквально, можно сказать, всем людям, имеющим элементарное образование. Неврозы, невротизм, невропатия, невротические расстройства, истерические реакции – это всё из разряда невротических нарушений. Страхи всевозможные. И прочее. Соматовегетативный уровень этих неврозов, вот о чём мы с вами говорили, нарушение сосудистого тонуса, нарушение сердечного ритма, нарушение сна, аппетита и так далее. Многие невротические расстройства, неврозы настоящие, они могут протекать у ребёнка на психосоматическом, вот таком соматовегетативном уровне. Они являются основными проявлениями в психическом здоровье или нездоровье, в структуре психического нездоровья у детей, да и у взрослых то же самое. Это где-то 70-80% всего объёма психических расстройств. В основном занимает такой лёгкий, казалось бы, уровень невротический. Но это ведь неправда, что невротический уровень, он лёгкий. Он хорош тем, что он обратим, если мы вовремя увидим, заметим и примем меры. Он обратим, этот уровень психического нездоровья. Но он тягостен и для окружающих, и для самого ребёнка. Ребёнок страдает в состоянии невроза по-настоящему и нуждается не столько в зашесточении воспитания или каких-то дополнительных мер к нему, когда нарушение поведения ребёнка воспринимается как непослушание, как недостаток воспитательных мер. А на самом деле за этим скрывается несостоятельность ребёнка, его декомпенсация, когда ему тяжело. И он какими может средствами протестует, протестует своим непослушанием, негативизмом, несогласием с действиями окружающих. Например, ребёнок-школьник, его заставляют учиться. Вот недавно у меня на приёме был мальчик, 7 лет, из очень обеспеченной семьи. У него бизнесмен-папа, мама освобождена от каких-то дополнительных рабочих нагрузок, она занимается только детьми. Мальчик ходит в специализированную школу, там и английский язык, там и музыка, там и живопись, там и спорт. Тут ещё и дополнительные всевозможные занятия ребёнку предлагаются, потому что с точки зрения родителей он должен успеть во всём, он должен быть образованным, он должен всё знать, он должен обладать языком и так далее. иностранным. Одним, вторым и прочее. А ребёнок маленький, он когда вошёл в кабинет, такой вот как этот мальчик, которого мы видели на нескольких слайдах раньше. Вот он пришёл в двоечках ещё, и он в таком грустном состоянии говорит, «Я двоечник». Он действительно стал получать двойки. Да ещё очень строгая учительница, которая заявляет, что ребёнок плохо воспитан, и таким красным рощерком через весь дневник пишет, «Не пришёл, забыл, не сделал то, другое». Мальчишка так растерялся, да сидит ещё на последней парте и повторяет, «Я двоечник, я двоечник». И родители это повторяют, «С чем вы пришли? Какие у вас проблемы?» Он плохо учится, он двоечник. Но со всех сторон ребёнку, можно сказать, жизнь не мила. И вместо помощи учительница с одной стороны на него кричит, родители, папа на него тоже кричит. Есть такой очень простой тест в отношении таких ребятишек. Вот если бы тебе повстречался волшебник, о чём бы ты его попросил? Ну, волшебник тему и может исполнить только три желания. Но говори первое, что тебе приходит в голову, но самое сокровенное и важное. Что бы ты хотел? Он говорит, «Я хотел бы иметь большую кошку». Какую? А вот я нарисую, это леопард. Зачем же тебе нужна такая кошка? Она меня защитит, она скажет папе, не надо на меня кричать. Вы представляете, вот маленький ребёнок, он вдруг раскрывает суть семейных проблем, семейных и школьных проблем, которые довели ребёнка до так называемого школьного невроза. И никто ему сочувствия это не выражает, никто не жалеет его, а ведь он находится в ситуации болезненной, а к нему всё больше и больше строгости. А папа возмутился, молодой парень, «Ну как же мне на него не кричать? У меня столько возможностей ему дать такое образование, а он практически ничего не может воспринимать, он лентяй, он такой секой, он даже не может понять, что ему просто перегрузили ребёнка». И так далее. И таких состояний очень много. На первый взгляд, это просто психологические проблемы, а на самом деле это проблемы психического здоровья. Следующий уровень – это органические заболевания центральной нервной системы. в результате травм головы, ртовых травм, инфекций каких-то перенесённых и так далее. Этот уровень значительно более грубый, чем невротический уровень, но этих состояний в общем спектре психических расстройств очень немного. Поэтому они и не составляют главного, на чём мы остановимся. Психотический уровень, то бишь психозы, как это ни удивительно, у маленьких детей, даже у совсем маленьких, новорождённых, детей первого года жизни, встречаются эти самые психозы, которые имеют место быть у взрослых. Они есть и у маленьких, они протекают своими особенностями, но тем не менее они могут быть. К сожалению, их почти никто не собирается видеть. Во многих даже очень развитых, современных, актуально продвинутых странах детей не лечат от психозов, начинают лечить где-то аж с 12 лет. Многие замечательные современные средства, которые помогают избавиться от психоза, не рекомендуются к употреблению у детей. Поскольку есть такое мнение, в частности в Соединённых Штатах, есть такой дуализм, некоторая часть специалистов считает, что психозов у детей нет, и лечить их не надо. Но слава богу, другие другого мнения придерживаются, даже предлагают эти лекарства. Мы, в частности, в нашей стране, слава богу, пользуемся этими лекарствами и во многих случаях помогаем нашим маленьким пациентам, у которых, к сожалению, и в детстве, в совсем раннем детстве фиксируются психозы. Далее, так называемые первозивные нарушения или нарушения развития. Вот этого в детстве очень много. Это нарушения развития разных психических сфер. Нарушения развития, они самые разные. Это они могут касаться нарушений развития моторики, нарушений развития речи, нарушений эмоционального взаимодействия, нарушений общения и так далее. Вот, например, нарушения развития моторики. Ребёнок к определённому возрасту, он должен уметь держать головку, он должен уметь сидеть, стоять в кроватке, в манеже, например, ходить и так далее. И это ребёнок должен уметь к определённым возрастным срокам. А у него моторика развивается позже. Он вместо того, чтобы к году ходить, начинает ходить где-то в 14 месяцев, в 15 месяцев и так далее. Задержка развития моторики. Она, к сожалению, не всегда бывает в одном виде. И многое другое тоже сопровождает это нарушение развития моторики, нарушение развития речи. Обычно девочки начинают говорить к 2-м годам, мальчики начинают говорить позже, после 2-х лет, даже к 3-м годам, это в пределах нормы. И вдруг наблюдается задержка развития речи. Как правило, она начинается очень рано, ещё до года. Ребёнок молчит, не гулит, не лепечет, не употребляет слова, которые необходимо ему употреблять к году. Обычно первое слово, которое говорит ребёнок – «мама», «папа», «баба». Дальше он употребляет какие-то слова в метке, там «ляля», «ку-ку» и прочее. Но иногда бывают такие курьёзные случаи. Вот у меня был такой случай, когда первое слово, которое произнёс ребёнок, до года ещё, причём апассионата. Хотя его артикуляционный аппарат не приспособлен к тому, чтобы говорить такие сложные словосочетания, у этого оказался он достаточно развитым, чтобы произнести такое сложное слово не «мама», а «апассионата». Мы долго с мамой размышляли, откуда же ребёнок такой маленький, знает такое сложное слово «апассионата». Оказалось, что мама во время беременности, соблюдая правила поведения мамы во время беременности, сейчас есть такая замечательная новая дисциплина, как перинатальная психология, которая изучает психологические реакции и функции детей в внутриутробном периоде. Мы об этом поговорим с вами в следующих лекциях. Так вот, соблюдая правила этой перинатальной психологии, она действовала. И слушала музыку во время беременности, как бы приобщая ребёнка к красоте, к классической музыке. И слушала она немного, как «апассионату» Бетховена. И объясняла, что эта музыка очень полезна ребёнку, объясняла, громко говоря, об этом и своим окружающим, папе и прочее. И представьте себе, ребёнок это запомнил. Вы представляете, какие удивительные вещи происходят. Внутриутробно, ребёнок уже развивается, ребёнок уже многое понимает, запоминает. Он запомнил эти выражения мамы. И первое, что он озвучил, это такое сложное слово. Нарушение эмоционального развития. Ребёнок начинает улыбаться, осознанно так улыбаться в первый месяц жизни, и затем у него появляются сложные эмоции в более старшем возрасте и так далее. А у некоторых детей эмоциональная жизнь очень скудна, обеднена, и эмоции не развиваются так, как это было бы нужно. И так далее. Много разных нарушений развития. Особенно нам интересны нарушения развития, которые протекают в таком диссоциированном виде. Например, ребёнок плохо ходит, зато хорошо говорит. Ребёнок эмоционально тускл, зато у него очень хорошее интеллектуальное развитие. Вот это часто имеет место быть. И это тоже должно обращать на себя внимание. Когда родители особенно говорят, «Ой, дундеркинд, вы знаете, он до года уже чуть ли не стихи читал». На это надо обращать внимание. Это очень уязвимо, это очень тревожно. Это ведь нарушение развития. Развитие должно идти своим чередом в определённые моменты. Появляется одна функция, потом другая функция. Всё это очень важно. К этому должна созреть и нервная система, и весь организм. А когда это появляется, разрость на то так, то сяк, то наперекосяк, это говорит о том, что нет гармонии, нет такого последовательного, естественно адекватного развития. Это должно обратить на себя внимание. Во-первых, тревогу какую-то вызвать у родителей. Надо на это обращать внимание и, возможно, применить какие-то меры помощи. Так вот, меры помощи. Первая помощь, которую мы должны оказать, это первичная профилактика. Вот считается, что в психиатрии нет никакой первичной профилактики. Хочу отнести сразу к тем знаниям, что такое первичная профилактика вообще. Первичная профилактика – это то, что защищает нас от возможного развития заболевания. Ну, например, делают прививки – это первичная профилактика от инфекции. Ну, например, когда ребёнка там охраняют, чтобы он не упал и голову, не ушиб себе, это первичная профилактика травм головы. А в психиатрии, ну какая может быть первичная профилактика, когда всё в определённой степени генетически запрограммировано, или ребёнок травму уже получил внутриутробно, а может быть, отродясь, так сказать, ещё находясь в антенатальном периоде, то есть в эмбриональном периоде развития внутриутробно. Ну что же ему, какой тот, ему уже всё закончилось. Уже вторичные какие-то проявления. Первичная профилактика как будто бы неуместна даже в психиатрии, и в том числе в отношении психического здоровья у детей. Но это оказалось не так. Первичную профилактику мы можем оказывать, мы можем противодействовать развитию болезни, невроза, психоза и так далее. Я вам говорила об этом на предыдущей лекции, что психозом иной раз ребёнок заболевает на коленях у нездоровой или неправильно ведущей себя матери. То есть генетические факторы не всегда могут доказать вредоносное воздействие, если правильно организована среда. Итак, система мать-дитя и система отец-дитя. Это очень важные моменты в первичной профилактике психического нездоровья. Система мать-дитя – это очень сложная биосоциальная психологическая система, в основе которой лежит тесное взаимодействие ребёнка с матерью. И всегда считалось, что это самое главное для маленького ребёнка – это мать, поскольку она кормит, поскольку она ухаживает за ребёнком. А отец, он как-то может быть отстранён куда-то на вторые роли, куда-то в сторону. Потом, когда ребёнок вырастет, особенно мальчик, папа присоединяется к этому процессу воспитания и взаимодействия с ребёнком. Но это оказалось совсем не так. Ребёнок гармонично развивается только в ситуации триады. То есть мать, дитя, отец. И только в этой гармоничной триаде здоровье ребёнка обеспечено, и гармоничное развитие его обеспечено. Когда папа хотя бы присутствует, особенно в начале развития, хотя бы присутствует, пусть он не может взаимодействовать с ребёнком, не хочет в силу своего, так сказать, особенности, в силу своего инфантилизма, неготовности к отцовству и так далее, он может не принимать участие, но хотя бы присутствует, он создаёт некий феномен надёжности, обеспеченности, безопасности ребёнку. Более того, мы поговорим об этом в следующий раз. Какова роль по-настоящему отца в формировании здоровой личности? Феномен привязанности – это очень важный момент, который формируется в три-четыре месяца ребёнка. Это как бы включающаяся матрица. Вот она может быть запущена, и тогда она действует у человека всю жизнь, или не запущена. А какая функция этого феномена привязанности? Он, кстати, открыт совсем недавно. В основном в Америке специалисты, которые занимаются и перинатальной психологией, то есть до рождения ребёнка, и ранней психологией, микропсихологией и так далее. Вот они описывают этот феномен привязанности, который имеет место быть и у животных, в том числе это в какой-то степени унитарная реакция. Она в определённой степени базируется на безусловных рефлексах, то есть инсинктах, но в какой-то степени она, то есть в очень большой степени она создаётся средой. Это форма поведения, привязанности, которая не только характеризует поведение, но характеризует чувство. Она позволяет, эта особенность человеческой психики, эта функция привязанности позволяет человеку завязывать связь с окружающим миром, любить, дружить, жертвовать собой, дарить себя другим, дарить что-то другим, отдавать себя на благо других, и при этом испытывать радость, счастье. Вот эту способность, такой удивительного, такого механизма, запускает система мать-дитя и система отец-дитя в столь раннем возрасте. А если этого не происходит, то человек на всю жизнь так и остаётся ущербным, у него не получается дружить, у него не получается компании какой-то, он всегда как бы одинок, причём он, так сказать, может себя чувствовать чай-дгорольным, и так далее, этим даже гордится, но на самом деле это одинокий, ущербный, обиженный жизнью человек, вызывающий сочувствие, несмотря на то, что ими многие восхищаются, например, как Лермонтовым, как Евгений Онегин и прочее, он уж тем более Чацким, хотя на самом деле Чацкий довольно сложный и, на мой взгляд, в какой-то степени неприятный даже человек. Ну, неважно. Во всяком случае, этот человек, у которых феномен препятствий явно не сформировался в первые годы жизни. Естественно, что у него, хотя он много рассуждает о любви, так же, как и Евгений Онегин, у него вдруг просыпается любовь к Татьяне, ну, как говорится, уже корабль ушёл. Ну и так далее. Посмотрим дальше. Так вот, в первичную профилактику входят такие функции, которые у ребёнка надо стимулировать. Это способность к общению, это способность осуществлять любознательность ребёнка. Надо сказать, что у нас, у человека, ну и у животных тоже, есть такой инстинкт свободы и инстинкт любознательности, стремление к знанию. Это вот то самое, что отличает резким образом человека от всего остального животного мира, хотя животным тоже свойственно определённая любознательность, особенно если наблюдать за этологическим поведением, допустим, кошки, щенка там и так далее, пытаются, так сказать, пытаются, ну, познать окружающий мир, и надо сказать, что самка позволяет по какой-то степени там малышу отползать от себя, чтобы познавать мир. Но особенно эта любознательность инстинкт свободы, которая потом лежит в основе психического здоровья, о котором мы с вами говорили, психическое здоровье, это осознание собственной свободы, возможность этой свободы пользоваться ей и так далее. Вот в основе её лежит этот инстинкт любознательности. И если ему не давать развиться, то любознательность гаснет, интерес к окружающему миру гаснет, а стало быть, и теряется доверие к людям. А доверие к людям, как мы с вами понимаем, оно рождается из системы мать-дитя. Как мать обращается с ребёнком, так и будет у него отношение к людям. Вот мы видим, как на этом рисунке, так сказать, изображается поведение папы с ребёнком. Да, это замечательный пример общения ребёнка с папой. Какова его замечательная роль. Ещё раз говорю, что об этом мы будем говорить в следующий раз. С помощью привязанности, о которой мы с вами говорим, закладываются у ребёнка такие удивительные качества, как благодарность за оказанное добро, возможность сострадать какому-то чужому горю, какому-то недомоганию. Как ребёнок плачет, глядя мы в мультипликации, например, на страдания серой шейки, или ещё в наших старых, так сказать, отечественных мультипликаций, которые вот как раз воспитывали в ребёнке. Вот это вот культивировали, этот феномен привязанности, это сострадание, жертвенности и, наконец, любви. Детско-родительские отношения, которые складываются с момента младенчества, а ещё более важно, что и с момента беременности. Как себя ведут взрослые, отец и мать, в период беременности, в период этого замечательного, волшебного, божественного акта, что из себя представляет беременность, от этого зависит всё-таки, какой это будет ребёнок, какое у него будет психическое здоровье. Как это не кажется странным, но оказывается, от поведения мамы, от поведения папы во время беременности, зависит от того, какой будет характер у ребёнка, какие у него будут способности. Можно оказывается сформировать ребёнка таким, каким ты хочешь, и ты правильно себя ведёшь во время беременности. То есть это в это время закладываются те самые матрицы, те самые энграммы, которые потом не требуют коррекции, потом проявляются совершенно неосознанно на таком интуитивном уровне, как, например, вот это слово апассионата, которое вырвалось у ребёнка, который фактически не мог ни понимать, ни знать, ни тем более даже произнести этого слова. В сознании его осталось. Более того, в подсознании, на интуитивном уровне у него сохранилось понимание, как это красиво. Мама же восхищалась Бетховеном. И он научится его понимать как изумительное достижение человечества. Вот здесь изображена замечательная пара, замечательная диада, мать-дитя. И это диада, которая начинает действовать, это система, которая начинает действовать ещё в состоянии беременности, она сопровождается и сохраняется всю жизнь. Не случайно мы вспоминаем свою маму как нечто совершенно замечательное, которое нам подарило жизнь. Если, конечно, эти взаимоотношения были правильными. Итак, гендерный подход к воспитанию. Ну, воспитание это замечательный момент, который, так сказать, помогает формировать личность гармоничную и, естественно, закладывает психическое здоровье. Гендерный подход. Что это такое? Гендер – это пол. Секс тоже пол, но секс имеет отношение к некому, так сказать, лебедо, к неким чисто биологическим явлениям. А гендерный пол – это социальное явление пола. И вот гендерный подход в воспитании, то бишь воспитание мальчика как мальчика, а девочку как девочку, имеет колоссальное значение в сохранении психического здоровья. Это очень важный фактор, о котором надо было бы говорить и говорить. У нас, к сожалению, мало времени, но тем не менее об этом надо помнить. Нельзя мальчика наряжать как девочку, а девочку постоянно наряжать у мальчика, чтобы он находил в брючках там и так далее. Можно это делать эпизодически, но вообще девочка должна стимулироваться к тому, что она девочка. Это же замечательный дар природы быть девочкой, как и замечательный дар природы быть мальчиком. И надо каждому из нас сформироваться так, как это тебе положила природа. Самое интересное, что пол как секс заложен в биологических структурах, а пол как гендер это средовой фактор. Он воспитывается и полуролевая и полуролевая идентификация человека, дифференциация, она закладывается средой. Можно так изломать это гендерное самоощущение, что ребенок даже не понимает, кто он такой. Неоднократно я видела на своих приемах, например, когда девочка говорит, я мальчик, девочка, я плохая, называйте меня Васей. я буду Васей и прочее. Вот Вася хороший там и так далее. Активно функционирующая семья. Вот тут она на рисунке представлена. Они так улыбаются, они так, видимо, любят друг друга. Это просто замечательно. И вот эта активно функционирующая семья, когда действительно и мама, и папа радуются наличию детей, по-настоящему радуются, они делают вид. И когда они понимают, что быть мамой и папой это счастье, это подарок судьбы, и дети, как говорят в Японии, это посланцы небес, и их не просто надо воспитывать, их не надо не просто любить, их надо уважать, с ними надо считаться. Это же замечательно. Дети, они разные, они не походят на нас психологически, физически они похожи, потому что они биологически получили от родителей, определенное количество генов, и поэтому они обязаны быть похожи на своих родителей, их на своих других предков, дяди, тети там и так далее. А вот психологически это совершенно самостоятельные личности. И эту инакость, это другое Я, которое проявляется с первых месяцев, а уж тем более годов жизни, надо уважать, надо с этим считаться, и надо с ребенком, даже маленьким, не сюсюкать, а говорить уважительно, и говорить как взрослым. И часто дети поражают своим умом, не случайно говорят, что устами младенца глаголит истина, а то бишь Бог. И к этому надо относиться соответствующим образом. Вот гармонично действующая семья, это, конечно, залог психического здоровья. Вмешательство социума. Мы об этом с вами говорили, что социум может разрушать, но он может быть и конструктивен, и он может защищать от разрушения. Ну, вмешательство социума в тех проблемах, когда родители не выполняют свои роли. Не выполняют свои роли. И когда надо просто вмешательство на уровне юридическом, например, для того, чтобы прекратить насилие и издевательство, которое могут родители, к сожалению, осуществлять со своими детьми. Социум вмешивается и с другой стороны. Его разрушительные функции мы уже говорили о его сокрушительных функциях мы уже говорили на прошлой лекции. Это духовная деградация здоровья, которая влечет за собой и психическое нездоровье. Ну, например, раннее сексуальное образование, которое пытались нам с легкой руки западного опыта воспитания внедрить в наши воспитательные процессы. Слава Богу, в какой-то степени менталитет нашего народа при всем том, что он с точки зрения западной культуры недостаточно развит, недостаточно продвинут, отодвинул в какой-то степени эту экспансию. И раннее сексуальное образование было в определенной степени стушевано и редуцировано. И это очень положительно, потому что раннее сексуальное образование является определенной степенью растлением. И в следующие разы мы обязательно поговорим о том, какие последствия могут быть при раннем вмешательстве в такую табуированную область психики как интимная жизнь и сексуальные самоощущения. Деонтология, как социальшую, что такое деонтология? Это этика. Мы уже об этом говорили. Этика. Ребенка надо уважать. Ребенка надо попытаться понять. Ребенка можно иногда наказывать, когда это делается в дружелюбной форме, когда одновременно ребенку подчеркивается, что его любят, что он бесценен для них, что лучше его нет. Тогда и наказание сходит, так сказать, не принимается как оскорбление личности. Более того, я говорила уже о том, что совесть у ребенка, а зачатки ее формируются к семи годам, а зачатки появляются на первом году жизни. Из чувства вины, из чувства страха остаться в одиночестве, из чувства своей собственной несостоятельности. Ребенок это все понимает, что он недостаточно совершенен и не похож на взрослого. И вот это чувство своей несостоятельности, неполноценности, неуверенности в себе создает у него определенные предпосылки, недовольство самим собой и непринятие окружающей действительности, которое, бывает, не соответствует его таким генетическим, таким глубинным пониманием, какая это действительность должна быть. Гармонии нет, добра нет, любви нет, на ребенка кричат, не уважают, бьют, не кормят, пренебрегают его свободой, его правом быть человеком. Это заканчивается тем, что, конечно, ребенок протестует это раз, во-вторых, вот этот дентологический подход к ребенку исчезает из общества, он особенно сейчас исчезает. Вот, например, особенно в школьных задачах, когда к ребенку достаточно неправильно относятся преподаватели, когда в лицо ему, в присутствии окружающих говорят, что он глупый, что он не знает, что он плохо учится и так далее. Этого делать нельзя, ведь мы знаем, что психическое здоровье это прежде всего достоинство человека. И вот это достоинство надо уважать, надо обращаться к этому достоинству, и тогда в человеке просыпаются новые силы, и он может преодолеть свои даже какие-то несостоятельности, преодолеть свои слабости, догнать своих соперников, своих, так сказать, сотоварищей, ну или во всяком случае постараться это сделать. А может быть, и товарищи ему в этом процессе помогут. Мы вот видим здесь, на этом рисунке, урбанистический пейзаж, давление на окружающего нас, давление на нас окружающего мира. Он прекрасен, этот мир, в своем урбанистическом, так сказать, эстетическом виде. Но он зловещ и безжалостен, в нем нет души, в нем нет добра, в нем нет сострадания. Особенно если этому предается власть, то человеческая душа, ранимая, хрупкая, тонкая, она не может уместиться в этом удобном, комфортном, но таком чужом для человеческой души мире. И не случайно многие замечательные люди, как даже вот выдающийся актер, который играл в одном из замечательных фильмов, Красотка, по-моему, Кир, по-моему, его фамилия, этого актера, он ушел практически в Восточный монастырь, в Тибет. И многие наши другие выдающиеся люди отказываются от богатства, уходят в леса, уходят в скиты, уходят в монастыри, уходят от этого урбанистического блага для того, чтобы работать над усовершенствованием души, для того, чтобы понять, что есть, как говорится, человеческая задача и в чем смысл жизни. Факторы антириска. Быстренько проговорим их. Ну, это эмоциональную равновешенность, это эмоциональная совместимость с обществом, вот тут ребятишки играют друг с другом, это толерантность к инакости, это независимость, это преодоление симбиотической связи к маме, к папе, к семье и попытки к социальной активности. Это высокий интеллект и кругозор. Мне очень нравится. Вот высокий интеллект и кругозор. Вот это защищает его от психического нездоровья. Это маленькое чудо. Это альтруизм самой личности и альтруизм среды. Это патриотизм, это готовность к самопожертвованию, это воспитание самопожертвования, это стимуляции той самой привязанности и, наконец, женский пол. Мы об этом говорили. Женщины более консервативны и более могут сохранять свое психическое здоровье по сравнению с мужчинами. Это, пожалуй, все, что я хотела вам сказать на этой лекции. И благодарю вас за внимание.